Друзья, сумасшедший друг Три дня я в этом городе, у меня такое ощущение, что здесь меня за кого-то принимают Не знаю, за кого, но не за меня Оглядывается на улицу, перешептывается, пальцами показывает Я себя ощущаю каким-то хлистаком И надо ему понять, почему, подоплеки не могу понять Потому что вроде меня это никто не знает, но все время ощущение У меня ощущение Что? Что-что? А, ну вот этого мне не хватало Ну, сдвиньтесь куда-нибудь Ой, боже мой Здравствуйте Я вас приветствую, да Здравствуйте, я поздоровался Ой-ой-ой Это надолго история, по-моему Давайте дальше куда-нибудь Не маетесь? Да, вот я сейчас буду заниматься Как раз, вы извините, я Занимаюсь 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 Кто бы мог подумать Занимаюсь Я уже понял А я вот заниматься решил А вы тут заикаться пришли Занимаюсь 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 Так Загиб Какой загиб? Занимаюсь Я при чем? Занимаюсь Это что за новость? Занимаюсь Ту-школы Занимаюсь 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 Их а зачем вам школа вы прекрасно заикает замолчить нет сил замолчать замолчить 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 обмолчал что дорогой у меня сердцебиение начинает чувствовать уже не понимаете вы ошиблись номер вас за ориентировать это не моя профессия хорошо ладно если вы пришли потеряли время ну хорошо давайте я так сказать там я по я по я по я по за 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 не надо не надо не надо разились похоже знаете я попробовала самодеятельно помочь этот сеанс за пусть останется между нами никому ни слова хина такая хина хина хина-то тут причем и на как не то инкогнито что ли ли такие сложные слова все выбирайте нам только только мама выговаривать мама мама мы не ругая и папы тоже нету папы тоже нету папы тоже нету сирота с сирота 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 ну сирота сирота сиренка есть что лечимся советую простой если вдруг захотеть что-нибудь сказать не говорить а пойти вместо того папа 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 уже попробуйте пробуйте маня а ты попойте а не пойти плане папа понятно вот выходит и идите с богом что есть вопрос к тому же уж стихом и прозы петь уж мне здорово вот и все и все же уж бзду как вам угодно это все равно чтобы было всем приятно петь на любой мотив понятно вам понятно Идите и пойте. Не нога, не нога, а пойте. Надо бы лифт починить у нас, А пой, а пьезду не упой. А если нельзя, то как раз сейчас Поставить совсем другой. А то ведь пешком на седьмой этап, А пой, а пьезду не упой. Нельзя ли побыстрее лифтер, дорогой. Не попался мотив такой, Я люблю вас, но и только без этого. Руку, руку. Пошел ты. Пошел я. Ты больше не входи, Ведь это прямое наказание. Давай. Понятно вам, профессор, Не будет больше стресса. Пойду и буду спеть, да заикая. Пойду и буду спеть, да заикая паята. Позвольте вам представить народного артиста России, Александра Анатольевича Ширвинта. Раз он так официально затеял, То тогда я с не меньшим волнением Должен представить народного артиста Той же федерации. Это Михаил Михайлович Державин. Спасибо. Вообще, мы не случайно представляемся, Как приехали в одну республику нашу, Среднеазиатскую. И начальник клуба, военный, говорит, Александр Анатольевич, Михаил Михайлович, Вы можете поехать к ребятам раненым в Афганистане, На границу? Ну, конечно. Мы поехали и на палатке, На той палатке, где делались операции, Висело объявление огромное. Сегодня у вас в гостях Народные артисты театра сатиры Дарвин и Равенглот, Было написано. Эта передача называется, Чтоб ты знал, Линии жизни. Даже не очень знаю, Как мы будем об этом рассказывать. Или мы будем рассказывать о нашей с тобой жизни, Или о жизнях. Не с рождения пойдем, А с момента встречи, я так понимаю. Потому что наша общая жизнь началась не с рождения, Хотя мы родились в одном роддоме Имени Грауэрмана, Это знаменитый дом. В притык к ресторану Прага Знаменитый был роддом. Никогда еще не было этого самого, Как называлось, Вставная челюсть Москвы, Этот самый Калининский проспект, Это как называется, Новоарбат. Там был во время дровяной склад, Помнишь, замечательный? Где мы воровали дрова, Это где-то 39-40 год. Вот. А напротив, Вот был роддом, Грауэрмана. Это был огромный дом. Сейчас он такой осел. И там родились очень много Симпатичных людей, Помимо нас, Михаил Михайловичем. Среди знакомых очень много. И Марик Захаров, Андрей Миронов. Булат Шалчак, Уджавы. А дальше была собачья площадка, Замечательное место, Керосиновая лавка. Рядом дом, Где останавливался Александр Сергеевич Пушкин, Декабристы бывали. Потом на этой стороне Ближе к улице Вахтангова Была школа музыкальная Имени Гнесиных. Вы, наверное, помните, Кто постарше. Я-то вообще младше, Чем Александр Анатольевич. Он-то старый. Но не намного. Да. Но я помню, Как мы познакомились На той же собачьей площадке. Это было в квартире У Дмитрия Николаевича Журавлева, Замечательного чтеца, В доме, В котором до сих пор я живу. Дом, где находится Театральное училище Имени Щукина. Александр Анатольевич Пришел на елку. Это были послевоенные годы. И мы уже разрешали выпить Шампанское на Новый год. А мы пили лимонад. Восемь лет разрешали? Мне было девять лет, А ему было, значит, А ты был тогда еще не пьющий, да? Ну, я вспомнил эти записки, да? Хочется отвечать искрометно, Весело, Но им не всегда удается, А опытные встречальщики, Они как делают? Вот мы с вами встречаемся, Вот записки, да? И вдруг я неожиданно Ответил на какой-то вопрос, И вы смеетесь, И они говорят, Ой, какой умный, Или какой эрудированный, Или какой остроумный. Я эту записочку, Если я не дурак, Я ее кладу в карман, Понимаете? И так вот встреча за встречей, да? И этих записочек Остроумных и искрометных В кармане набирается. И когда на очередную встречу приходят, Вот записки, да? Так тихонечко Эту стопочку Искрометных записочек Вынимают, И получается такой Бенефис Ума, эрудиции и остроумия. Вот. Это я к тому, Что мы не подготовлены, У нас нет. Так что уж Переждите разные ответы. Ну, на чем ты остановился? Вот очень хорошая записка Уже пришла. Есть мнение, Это я к возрасту говорю, Есть мнение, Что вы являетесь вторым И третьим После Щепкина Родоначальником Капустников. Расскажите, Как это начиналось? Про Щепкина, Ну, это был капустный пирог, Вы знаете, да? У Щепкина. Отсюда это называлось, Это капустик. И там вот Сами над собой шутили, Иронизировали, Хамили И потрунивали. Вот отсюда покатилось. Щепкина действительно Я плохо помню. Хотя Настолько сейчас Непонятно уже, Кто зачем. И мои студенты, Не буду Пальцем тыкать. Ну, она сейчас актриса. И симпатичная. Когда она была на втором курсе, И что-то Мы разговаривали, И я о чем-то там Рассказывал им, И дошло дело До Мирхольда, Она спросила меня, Александр Анатольевич, А пожалуйста, Расскажите о своей встрече С Мирхольдом. Я так подумал, Насколько же я выгляжу, да? Потому что если вот Михаил Михайлович Рассказывает о том, Когда мы встретились, А встретились мы В первой половине Прошлого века. Ужас какой-то, да? Так что, Что тут говорить? Без Щепкин, конечно. Было время, Когда говорили У тебя о капустниках, Когда у нас были Знаменитые капустники. Знаменитые. Это была отдушина Того так называемого Застоя Железного зайновеса, Когда официально Было разрешено Всеми органами Иметь такую вот На шестом этаже Сгоревшего дома актера Такую вот Хулиганскую банду, Которая по тем временам Позволяла себе Что угодно. И когда приезжал В страну условно Какой-нибудь Поль Робсон, да? Осторожно намекали Что что-то у вас там Как сейчас Со свободой словом И так далее, да? Говорили, да вы с ума сошли, Что вы? Брали за руку И вели на шестой этаж, Где вот эта шпана Мы, да? Несла бог знает что По тем временам. А в дверях Того же дома актера Стоял парень Такой хорошо причесанный В галстуке Он дико хохотал Над нашими репетициями И всегда так говорил Ой, Ширвин, Державин Договоритесь Договоритесь, да А потом выяснилось Что он из комитета Госбезопасности Так вот мы этот капустик Очередной Повезли в Питер Мы приехали туда И бешеный успех А в первом ряду Вот так сидели Вивьентов, Стоногов Акимов Николай Павлович Представляете, там Меркуриев Райкин А потом банкетик И Аркадий Сакович На банкетике говорит Ребята, замечательно Замечательно Потрясающе Очень весело Но вообще этим заниматься Не надо Ну как? После этого Грандиозного успеха Вы понимаете Вот то, что вы все делаете Да? Я тоже мог бы Но не могу Вы вот этот пар Вы пускаете здесь А его нужно Тратить на профессию Очень мудрые слова Вот прошло Дикое количество лет Я это помню Так получилось в моей жизни Что первый Первый мой тесть Был Аркадий Сакович Райкин Я видел, как он репетировал Да и второй у тебя хороший был Второй у тебя Но Буденный был Из-за того Из-за второго тестя На ипподроме Я был пущен В правительственную трибуну Как партнер Родственника Буденного Потом, когда Михаил Развелся Меня опять Вышвырнули вниз Что-то ты меня сбил Я хотел бы про Аркадия Саковича Хорошую рассказать Расскажи Он в жизни был Очень скромный И на сцену Он ходил Совершенно другой Фантастический Какой-то Броский Яркий Талантливый Подвижный А в жизни Был застенчивый Я помню Как он мне сказал Фразу Когда мы с Катенькой С которой мы В очень хороших отношениях Это моя первая жена Однокурсница Мы с ней разошлись Он ко мне подошел И сказал У него такие глаза Знаете, Райкинские Он говорит Миша Как приятно Начать все сначала Вообще Прости, меня тебя перебью Я очень вас прошу Вот есть записки Потрясающие Вот эти, да Вот Я прошу вас И будет писать, да Я их вижу А вот это Очень интеллигентная записка Я даже не вижу Что здесь Не то, что что написано А что здесь написано Не вижу Поэтому Пишите крупно Учитывая Наш возраст Значит Это анекдот Замечательный Знаете, как встречаются Два русских Новых русских Вечные анекдоты На одинаковых Мерседесах Говорит Чего это? Он говорит Да вот Тачку купил Значит Последний Мерседес Сколько заплатил Он говорит Там 140 тысяч Говорит Да, вот у меня Такая же точно Тачка 90 тысяч Но у меня же Лобовое стекло Минус 6 Так же Так как бы Без лобового Пришла записка Расскажите, пожалуйста О ваших родителях И Надо сказать, что Наши родители Были знакомы В детстве Шурина мама была Замечательным Редактором Филармонии Москонцерте И Раиса Самолна Была ближайшим другом Потрясающих актеров И мхатовских И театра Вахтангова И малого театра И я помню Как Когда я приходил К Шури Можно было Встретить Уникальных людей Действительно У нас в доме Очень Издавна Крутились Вот эти все Замечательные Сейчас уже Давно ушедшие Мастера Многие из них Вот Проверяли на маме Новые программы И Журавлев И Яхонтов И я помню Мне было года Четыре Ну я так смутно Помню Но помню Только что Когда Яхонтов Приходил к маме Читать новую программу Он сажал меня На колени И я Знаете В течение Полутора часов Слушал этот Совершенно Непонятный Бредовый Значит Текст А он Сажал меня на колени Для того Чтобы не жестикулировать Понимаете Чтобы только словом Поэтому когда я сидел Так Он вынужден был меня обнять И руки были заняты И поэтому он только говорил Потому что не было вот этих Вот И вот такая В становлении Яхонтов Я сыграл Как тело Очень большую роль Вообще Какие были Какие были уникальные люди Которые окружали нас И наши семьи И наверное Старшие Товарищи Присутствующие В зале Помнят Фильм Подкидыш Был замечательный Петр Петрович Репнин Он играл Мулю Помните там Где Раневская Говорила Муля Не нервируй меня И я помню Как на этой собачьей площадке Были маленькие пивные Они были В переулочках спрятаны Одна была Пивнушечка такая Она интеллигентная Милая Даже нас детей туда пускали Она была прям Напротив дома Где жил Президент Академии наук СССР Академик Вавилов Так ее называли Пивнушечку Вавиловка И я помню Как мы туда Входили Там были Горы Стояли Такие Консервных Баночек На них было написано Чатка Крабы Они стоили дешево Их никто не покупал Вы помните Было полно И пиво было И вот приходили актеры Я на них смотрел И Петр Петрович Репнин Вот этот Муля Он был Субтильный Довольно Пальто у него Помню Тоже такое было С меховым Бортником И как-то актеры Выпивали Кружечку пива Водка была Белая и черная Головка Помните Четвертиночки Такие Сергучные Белая головка Она была Подороже Черная Это я тоже По воспоминаниям Я был маленький Не пил тогда Вот Но помню Как Они тихонечко Выпивали И вот Репнина Отправляли Домой Ему Во-первых Поднимали Его бобровый Воротничок Потрепанный Завязывали Шарфом И у него Было колечко С камушком Каким-то Прорвался Тоже охрана Зимой Красные Было нельзя И вот Эти люди Сообщали Хозяин Едет А мы Уже Знали Что Хозяин И значит Товарищ Сталин И он Проезжал Мимо Иногда Действительно Нам казалось Что он Там Где-то Такое Проезжая Мимо Театра Вахтангова Нам Помахывало Рукой А потом Сломали Вот эту Вот часть Нашего Детства И только Дом Где мы Родились И ресторан Прага Видимо В котором Родители Отмечали Наше Появление На свет Он Остался Сейчас Попытаюсь Прочесть Актерская Профессия Это Можно Сказать Натана Тщеславие Вообще Слово Довольно Сейчас Думаю Странное Тщеславие Это Какая-то Тщетность Да Тщетность Славы Очевидно Да Эти Вдоматься Составляющие Вот Когда Тщеславие Очевидно Упирается В эту Круглосуточную Тщетность Завоевыванию Этой Славы То Это Наверное Катастрофа Сейчас Звезд Ну Просто Это Не Небосклон А Какая-то Огромная Помойная Яма Космоса Потому что Невыносимое Количество Звезд И Эпитеты Главные Великие Сейчас Это Тьфу Расплюнуть Если Если О Нашей Профессии Великий Артист И Это Что Это Такое Я Лично Мог бы Назвать Ну Два С Половины Человека Вот Такой Был Николай Милая Это Лариса Пашкова Нехлопаченко И Осенев Вот Четыре Артиста Замечательных Они играли И Это Была Мистика Он Стоял Посреди Зала В проходе Николай Олег Стоп 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 Максик Понимаешь Какая История Вот Ты выходишь И говоришь Здравствуй Летят А он Француз Он Француз А он Француз Понимаешь Выходишь Здравствуй А он Француз А вот Выходишь И говоришь А она Француженка Она Француженка Она французская, а он француз. Потом ты выходишь, Коль, ты выходишь и говоришь сам, чего это, чего это, а он француз. И они на него смотрят. Ну еще разочек. Она опять говорит, стоп, стоп, стоп. Вот, Коль, ты говоришь, привет, лезьед, ну что ты, привет, он француз. И так три раза. Тогда Глеб говорит, Коля, покажи. И Коля, я помню, до слез это было. Коля, который дальше Малаховки никуда в жизни не выезжал, он выходит и играет четырех французов, двух баб и двух мужиков. Это было что-то... И они так, знаешь, артисты замечательные были, они так, я вижу, так они просто осели. Ну, а, что такое? Божеское. Вот. К чему это? Гениальный артист. Ну вот так бросаться сегодня, как наша пресса пишет, великий, гениальный, хороший есть, есть профессионалы, есть, а вот великих артистов мало. Как за столько лет вы не поссорились с Михаилом Михайловичем навсегда? Ну, во-первых, надо знать, когда это всегда наступит, понимаете. Если это завтра, то тогда пора ссориться сегодня. Это только ощущение, ведь, что мы круглые сутки существуем вместе. Даже, значит, уже поговаривают, не зачинать ли мы ныне модной другой ориентации. Как-то Зиновьев Ефимович и Герд, Зямочку нашего, его спросили, скажите, а Ширвинд, он не гомосексуалист? И Зямочка ответил, патологически, он любит только баб. Да, вот такое зрительско-обывательское ощущение, что мы вот так срослись с этими пуповинами, как это, кто они там, Маша и Даша, да? Сиамский. А? Сиамский, да. Да, вот, да. Нет, все-таки у нас пуповины разные, и поэтому у нас есть воздух, когда ненависть отступает, понимаете? Расскажите, пожалуйста, о вашей дружбе с Андреем Мироном. Спасибо. Андрей младше нас. Младше меня на 6 лет, и младше Михаила Михайловича, соответственно, на 4. Вот я выболтал наш пробел в возрасте. И поэтому, когда, условно говоря, я учился в 10-м классе, а он в 4-м, да, то я был взрослый человек, пьющий. А это была просто какая-то мелюзга. Что это такое? Мы очень хорошо знали Марию Владимировну Миронову, Александру Семеновичу, и Накера, и вот видели, как Андрюшка рос. Я помню, первый раз я был на 4-м курсе, был такой замечательный человек Конников. Он был, значит, главный режиссер московского мизик-холу. Конников делал обозрение. Непога называлась, не то Москва лучезарная, не то лучезарная столица, в общем, что-то дико острое. И я там играл молодого москвича, который водит по Москве молодую провинциалку. Я еще помню, пел куплеты «Никотин», это «Нико» звали, а «Тин» фамилия. А «Алькоголь» – это баба. А «Алькоголь» – «Алькоголь» и «Никотин». Это вот враги комсомолов, понимаете? Вот там вот такие… А «Алькоголь» и «Никотин». Он был в восьмом классе, вот. И он смотрел на это, и вот, значит, говорили, что вот, видишь, Шуру уже артистом работает. Вот. А потом потихонечку он поступил в училище, потихонечку, значит, стал замечательно там учиться. И уже я его как педагог, представляете, я очень… Я на следующий год после выпуска из училища стал преподавателем. Дико давно. И, значит, я уже делал ему дипломный выдевиль «Спички между двух огней», как сейчас помню. «Спичка» – это он, а «Два огня» – это дамы. «Спичной» выдевиль. Уже выпусколог – педагог. Потом мы, чтобы дружили, дружили, дружили. А говорить об Андрее что? Ну, вот он был трудоголик, совершенно запойный, запойный. Он ни секунды не был вне профессии. Даже когда мы собирались на даже молодежные безумства, все равно это всегда было у нас сделано в виде какого-то актерства. Розыгрыши, шутки, такие капустнообразные, значит, дела. Он поразительный был, работоспособность. Он поставил пять спектаклей в театре «Сатиры», я в четырех сыграл у него главную роль, я с ним работал. Он был, он приходил раньше всех, за два часа, за полтора, он проходил сцену, он был, ну, просто одержимый вот парень, уникальный. И смешливый, страшный. У нас был такой спектакль «У времени в плену». Это по биографии Всеволода Вишневского. Революционный спектакль. Всеволода Вишневского играл, это был такой, какой-то дате революции, постановый спектакль, Андрей Миронов. А я играл какого-то белого офицера, у меня была крохотная сцена. Насильники белого офицера насилуют Таню Васильеву, ныне знаменитую актрису. Ну, не Таню Васильеву, а персонаж. Ну, персонаж это само собой. И вот, я, мне было скучно играть этого офицера, Андрюшков сел до Вишневского, и вот в штабе белой армии его допрашивают. Он говорит, я закончил юнкерское училище, Павловское. Это он говорит этим офицерам. А среди этих офицеров был я. И он наизусть произносил рапорт юнкера Павловского полка. И Андрей говорил это, ну, так, что после каждого вот этого выступления, произнесения этого монолога, в зале были аплодисменты. Мне было скучно слушать. Я то на руки налеплял сюда крепе. Знаете, незаметно. А крепе, это так вот, знаете, бороду делает на сцене. Вот так незаметно мог почесать, вот так. Он отворачивался на меня, не смотрел. То я делал нос горбатый, то я делал бороду, то я с каким-то акцентом к нему обращался. Кто так, кто так. Иногда мог почесать грудь, расстегнуть гимнастерку, а там тоже подкладывал крепе. Знаете, вот так вот, суставка. Секундочку. И он, главное, за мной наблюдал. Ничего. И вот, наконец, закрытие этого спектакля. Говорит, сегодня прощальный спектакль. Последний раз играем там мне, я уже не помню, 250-й спектакль. Андрей говорит, я тебя прошу. Я тебя прошу только, ты сегодня ничего не делай. Я говорю, ну что ты, Андрей. А я уже заготовил с утра, что надо делать. Он на меня, значит, так посмотрел. Говорит, ну вот, мини сегодня последний раз играем. Как он курил. И всегда он был без галифе или без брюк. Он боялся помять их перед выходом на сцену. Вот у него такая привычка была. Всегда стоял в трусиках. Вверх у него был в полном одеянии. И вот он на меня посмотрел, довольный, что ничего нет. Но тут уже стояли наши гримеры, которые из спектакля Пеппи «Длинный чулок». Там был такой персонаж, какой-то там надсмотрщик в этом спектакле. У него был лысый парик вот с такой шишкой на лбу. А тут такие седые, как у меня, височки. На меня работал действительно уже. Все же выскакивали смотреть из-за кулис, что там будет. И только он мне сказал, ну, у меня сегодня последний спектакль, поиграли. Я говорю, да, Андрюша. Вот. И только он скрылся, у него, ну, буквально три минуты до моего появления на сцену, у меня сразу гримеры надели на меня вот этот парик, фуражку. И вот вы представляете, нам говорят, ну, а теперь рапорт юнкера Павловского полка. И у меня была мизанцена очень простая. Я каждый раз только вот так вот вставал. И я, значит, тоже на него смотрю грустными глазами, прощаюсь со спектакля. Он все это говорит и на меня так посмотрел с благодарностью, что, мол, я не испортил монолог. И я сделал только одно движение. Я снял на секунду фуражку и промокнул лоб и нога. Еще у нас был такой спектакль, мы играли. Это была вообще трагическая история. Спектакль про Кеннеди. Андрей играл Кеннеди. Время решений. Федор Михайлович Бурлацкий написал пьесу документальную, совершенно по последней... О карибском кризисе. О карибском... Представляете, вот артисты театра сатира играют о карибском кризисе. Я играл Роберта Макнамару, министра обороны. Начальник штабов... Юрко Васильев играл второго Кеннеди. Второго Кеннеди. Советник по печати президента Селлинджера. А, значит... Гиденко играл Фрэнк Синатру. А... Раечка Эддош играла... Эту самую... Жаклин Кеннеди. Жаклин Кеннеди. В общем, это был... Алена Яковлева играла эту самую... Мерелин Монро. Там мы себе ни в чем не отказывали. И... Все происходило в овальном кабинете. Начальник... То есть бомбить Кубу или не бомбить мы решали? У нас была... У всех просто такая внутренняя истерика, когда мы играли. Спектакль прошел раз в 16. По тем временам это совсем немного. И вот Спартак Васильевич Мишулин, играя начальник американских штабов Томпсона, он не мог выговорить одно слово всего лишь в тексте. Брамбарбарбарбардовка. Ну не мог вот выговорить. Брамбардировка. Я говорю, ты напиши. И он в арифметической тетради для первого класса, там у него такими буквами было написано Бомбардировка. И он так в трубочку это скатывал и выходил для отчета. Потом он... А декорации, это были кубы, такие дерматином, обклеенные красным. И Спартак Васильевич так распрямлял эту тетрадку, но она скатывалась, и он поэтому бромбандировку... И вот, наконец, финальный спектакль. Опять же, сегодня вспоминаем о последних спектаклях. Выходит Спартак Васильевич Мишулин и говорит, на понедельник назначен бомбовый удар по кубе. И что было с Андреем, и мы все остановились. Вдали сидит Владимир Ушаков Владимир Петрович, артист, который играл будущего президента США Линдона Джонсона. И тогда Андрей Миронов в паузе кричит ему, друг, не понимая, что... И мы все не знаем, что дальше говорить. Хохот страшный. И Андрей говорит, Линдон, а вы-то что молчите? А почему я должен? У меня в конце сцены фразы, я должен. И он стал говорить от себя. Тут вообще началась истерика. И в общем... Это только... Там рецензия была, потом замечать. После этого, как говорится, закрыли спектакль. Хорошая зла. Это было... Вчера в Театре Сатиры силами кабачка 13 стульев был разыгран Карибский кризис. Разрешен Карибский кризис. А тут мелкие вопросы. На, ты в очках почитай. Уже до такой степени. Не упади из этого. С подмостков. Ты же моложе. Значит, вот такой вопрос. Слушайте, Дресли, как получится? Ой, ой, ой. Шикарно. Хулио Иглесиас. Да. Просто хулио. Михаил Михайлович, вот Ширинанд, профессор, воспитал много актеров. А почему вы не преподаете? Здесь Витя, спасибо с тобой. Дело в том, что мой соседний подъезд, соседний подъезд от училища, это мой подъезд. Я все знаю на протяжении, значит, вот таких лет, даже еще раньше, я туда заходил. Знаю, как это все трудно делается и как это трудно воспитуемо. И поэтому с удовольствием смотрю на выпускников Александра Анатольевича сам. Я думаю, какое терпение. Потрясающе, с трубкой, думаю, что они там несут на сцене. Я прихожу нервничаю. Потом я захожу, он всегда сидит или в третьем, или в седьмом ряду. Потом я так захожу в лицо, оказывается, он спит удачу. Он засыпает. Но потом какое-то происходит. Главное не храпеть. Давайте, это такое есть приемное. Ребятка, 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 давайте это делать. Это понятно по мизансценам. Я хочу на слух послушать без мизансцен, что вы там как-то по мелодику сцены давайте. Вот они играют. И вот если тут храп, они же сволочи все играют. И они сидят, ждут. Профессия тяжелая. Михаил Михайлович, расскажите ваш любимый анекдот. Я где-то читал интервью с Алешей Владимировичем Баталовым. У него тоже было... Расскажите напоследок ваш любимый анекдот. Он сказал, любимый анекдот может только быть у дебилов. Это любимый анекдот. Анекдот это одноразовое дело. Вы знаете, у нас был рядом с дачей Шуры, на речке Истра, там записывали передачу «Белые попугаи». И вот собирались с актера, сидели, там было очень уютно. И были какие-то перерывы. И вот вдруг Юрий Владимирович такой грустный-грустный во время перерыва. А там можно было закусить, бутербродик приносили. Группа меняла свет, чего-то еще. И Юрий Владимирович так мимо нас проходит. Шура спрашивает, говорит, Юр, что ты такой грустный? Он говорит, да вот у меня, не знаю, есть два анекдота, не знаю, записывать их сейчас. Он говорит, ну что ты, запиши. Он говорит, да я не знаю. Я вообще, я не знаю. Знаете, как Юрий Владимирович мог, когда он был недоволен, он так фуражку у него с якорь. Говорит, да я не знаю. Шура ему говорит, ну Юр, ну расскажи нам. Он говорит, ну два анекдота. Значит, ну первый такой. Жена послала мужа в булочную за хлебом. Он пошел туда, купил батон. Выходит из булочной, споткнулся по руку, упал в лужу в грязную, уронил батон. Принес домой. Жена говорит, что ты принес? Он говорит, а я люблю черный хлеб. Ну как? Шура говорит, Юр, что ты так это, не очень. Он говорит, ну я сам знаю, что не... Ну тогда второй, так вот, ну я не знаю, рассказывать или нет. Тоже такой. Значит, в купе стоящего вагона еще на вокзале ходит человек. Вот говорит, как ты, Шурка, вот так вот с трубкой. А в купе уже сидит женщина. И у нее на руках маленькая собачка. Мы его слушаем, Юрий Владимирович. Ну вот. И вдруг женщина говорит Шурке, перестаньте курить, собачка не выносит дым. Говорит, а Шурка говорит, а я не курю еще, у меня просто вот трубка во рту. Она говорит, я знаю, сейчас поезд тронется, вы закурите. Говорит, что вы ко мне привязались? Прекрати. Она говорит, я сейчас, вот я знаю, что вы такой человек, вы сейчас закурите. Говорит, отстаньте от меня, Шурик этой даме. Ну в общем, она ему не верит, говорит, берет трубку и выбрасывает на перрон. Тогда Шурик берет у нее с рук эту собачку и тоже на перрон. Тут поезд тронулся. И значит, она как зарет, тут стоп, кран. Ну в общем, смотрит все. По перрону бежит собачка и в зубах у нее батон из первого анекдота. И мы сидим так долго-долго, долго его слушаем. Ну и настроение, конечно, было сразу замечательное. И дальше записаны допоздна. Это твой любимый анекдот? Это мой любимый, два любимых анекдота. Спасибо вам за столь долгое терпение. Приходите в театр.